Всем привет! Вы на канале Просто Техника. Недавно снимал ролик про смарт-приставку Blink GT King, который подключал к телевизору, и мы обнаружили, что была проблема с цветами. И в этом ролике я хочу поговорить о проблеме цветопередачи с смарт-приставок. И она действительно есть. После этого ролика я сделал несколько тестов, и я хочу поделиться этими тестами с вами. Вы на канале Просто Техника. Поехали! И так, давайте по порядку. Я недавно снимал ролик про приставки и бюджетный телевизор. Мы подключали к 4K телевизорам, Full HD. Вот, вы видите, вот этот ролик. Если интересно, можете посмотреть. И в этом ролике было много споров по поводу того, почему получились такие цвета. Один написали «Проверь HDMI», другие писали «Проверь настройки». То есть, советов было много. Я проверил практически все ваши советы, и в этом ролике мы как раз об этом и поговорим. Итак, вот что у меня получилось. Сейчас подключена приставка Blink GT King к телевизору Samsung 4K. Модель называется вот так. 43TU7100. И сам телевизор показывает этот же ролик сочнее. В чем проблема? Проблема в том, что все ролики с YouTube, которые идут в HDR, показывает вот с таким цветом. Если включаясь с телевизора, то цвета будут хорошие. Вот смотрите, я сейчас оставлю пока, как есть. Специально снимаю в прямом виде, не буду ничего монтировать. Захожу в настройки. Захожу в настройки и заходим, находим этот же ролик в YouTube. Почему делаю специально без пауз, без ничего, чтобы не говорили, что я что-то придумал или там поменял настройки. Так, заходим в 4K видео, выбираем этот же самый ролик. И как видите, намного лучше цвет. Эта проблема с цветом именно в роликах с HDR. Она колоссальная. И в настройках приставки я включал и отключал HDR. Так вот, смотрите, это сейчас телевизор. Я нажму exit, чтобы перейти на приставку. Смотрите разницу. Вот такая разница. То есть HDR в приставке показывает плохо. Давайте зайдем в настройки и проверим, действительно ли есть эта проблема. Или это проблема с кабелем, или с настройками. Итак, поехали. Итак, сейчас подключена Beering GT King. Заходим в настройки. Я проверял все настройки цвета, все настройки, которые, в принципе, возможно проверить. Заходим в дисплей. Итак, по настройкам. Как видите, с этой частотой никакие моменты здесь не включаются. То есть, вот если мы говорим за 4К 60 Гц, то вы не можете изменить. То есть, все, стоят только эти пункты. То есть, по умолчанию. По поводу HDR, Asda стоит на авто. Я даже могу выключить его. И HDR стоит включенный. Если выключить, будет чуть лучше. То есть, HDR, который принудительный, он прям еще хуже давал результат. Давайте сейчас еще раз зайдем и включим этот же самый момент. Как видите, ничего не изменилось. То есть, дело не в настройках. Следующее мне писали про HDMI кабеля. По поводу HDMI кабелей. Вот вы видите фото. Я взял специально у своих соседей два HDMI кабеля. Один HDMI версии 2.0. Второй HDMI версии 2.1. Итак, вот мы подключаем. Как видите на фотографии и на видео, ничего не изменилось. То есть, как мне писали, что была проблема, вся проблема в HDMI и в соколом. Поменяешь и будет тебе счастье. Ничего не изменилось. Эта проблема в том, что HDR, который включает приставка, она включает его по-своему. И он универсален. И по крайней мере у Samsung LG, который модели я тестировал, цвета получаются вот такие. Давайте проверим на другом ролике, который тоже будет с HDR. Вот допустим, вот этот, который мне очень нравится. Который часто включаю на тестах. То же самое. Он зеленый. То есть, как видите, эта проблема не в том ролике была. Это будет проблема на всех роликах в HDR. На Full HD такой проблемы не наблюдалось. И самое интересное, что когда включаешь видео, и ты нажимаешь перемотку, ты видишь, что здесь цвета нормальные. То есть, на самой вот этой маленькой картинке цвета сочнее. Но когда включается уже само видео, то есть, видно, что включается какая-то обработка, и она очень неудачная. То есть, вот такая, практически бесцветная. Эта проблема на роликах в YouTube с HDR. К сожалению, не могу проверить с HDVBOX. Почему не могу проверить с HDVBOX? Потому что телевизор, у него нет HDVBOX. Как допустим, на приставке. Чуть позже я сниму тест с 4Player. 4Player HDVBOX. Проверим, как там. Я сейчас говорю про YouTube. В этом ролике мы про YouTube говорим. По обычным роликам, разница в цвете есть. Процентов на 20-30 цвета с телевизора сочнее, чем цвета с приставки. То есть, цвет от приставки, который идет на телевизор, и то, что он сам дает с YouTube, разница процентов 20-30 цвета контрастнее, если мы смотрим с самого телевизора. Сильная потеря идет в HDR. Как я и показывал в том ролике, то есть, это правда. Не HDMI кабеля, ничего. Именно YouTube и HDR. Так что, в принципе, те люди, которые писали, что я не прав, я вот специально целый день убил, проводил тесты, брал HDMI кабеля специально для вас, чтобы доказать, что все-таки есть нюанс. Есть нюанс, и, к сожалению, его не решить с заменой HDMI кабеля или какими-то настройками. Это все потому, что приставка включает свои настройки графики. Все просто. В принципе, ребят, вот такой ролик. Специально провел тест для вас. Почему? Потому что вы спрашивали, видно было много комментариев, и многих это интересовало. Ну что, ребят, вот такой ролик. Проверив все моменты, могу сказать, что проблема не в HDMI, проблема не в настройках приставки, а проблема в том, как сама приставка обрабатывает видео с YouTube в HDR-качестве. И, как по мне, обрабатывает очень неудачно. Идет большая потеря цветов. Я тестировал на разных видео. Везде, где есть HDR, везде наблюдается проблема с цветом. На обычном видео в 4К разница процентов 20-30. Это на мое зрение. Я вижу, что все-таки телевизор показывает чуть-чуть контрастней, чем то же самое делает приставка на том же самом ролике. На Full HD, в принципе, такой сильной разницы не наблюдается. Тоже чуть-чуть чувствуется разница контрастности, но не так бросается в глаза. То есть, разница будет, и разница не в HDMI, и не в настройках приставки. А разница в том, как приставка обрабатывает видео. Такой ролик. Спасибо, что пишете ваши комментарии. Благодаря им я пытаюсь вам помочь и сам разобраться больше в каких-то определенных моментах. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте написать комментарий. Подписывайтесь. Пока-пока. Ты заходи, если что. Субтитры сделал DimaTorzok